Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Тот, кто ожидает худшего, никогда не будет разочарован, гласит поговорка. По-настоящему большой экономический кризис похож на ураган, который приближается долго и неторопливо, вводя в заблуждение обывателей полным отсутствием ветра. Организация Объединенных Наций предупредила, что к 2020 году мировая экономика может вступить в рецессию. Ее рост за этот год стал минимальным с предыдущего глобального кризиса. В случае начала рецессии от нее пострадают и развитые, и развивающиеся страны. На 200 страницах нового доклада ЮНКТАТ, Агентство ООН по торговле и развитию, перечисляются неутешительные цифры. Рост экономики в этом году США 2,2%, Китай 6,1%, Еврозона 1,1%, Россия 0,5%. Особую тревогу вызывает наличие нескольких источников нестабильности, таких как неподъемный корпоративный долг, нарушение каналов торговли, волатильность на рынке капиталов и растущие цены на нефть. Все эти факторы способны усиливать друг друга и превратить глобальный спад в следующую рецессию. Неудивительно, что многие эксперты, ранее позитивно оценивавшие экономическую ситуацию, вновь пересматривают прогнозы и все чаще говорят о глобальной рецессии в 2020 году. Действительно ли все становится хуже? Действительно ли мы приближаемся к рецессии? В данный момент вопрос не в том, будет ли рецессия, а в том, когда она начнется. Разговор о рецессии, о новом витке глобального кризиса слышен уже на самых разных языках, в эфире разных телеканалов от Аргентины до Австралии, от Манилы до Сиэтла. Индикаторы, позволившие заранее предсказать рецессию 2008 года, вновь сигнализируют о том, что Великобритания уже вступила в рецессию. Известно, что рост ВВП во втором квартале составил минус 0,2%. Если это продолжится два квартала подряд, ситуация будет полностью соответствовать термину рецессии. В августе экономическая активность в Индии была слабее, чем в дни кризиса 2008 года. Это следует из отчета агентства «Намура». Таким образом, в апреле-июне экономика не достигла своих низших значений. Рост во втором квартале составил 5%, и это самый слабый показатель более чем за 6 лет. Во вторник АСМ, Институт управления поставками, организация, занимающаяся изучением бизнес-активности в США, опубликовала отчет о падении промышленного производства там на протяжении двух кварталов подряд. По данным АСМ, индекс промпроизводства в сентябре упал до минимальных значений с 2009 года, когда в США завершилась Великая рецессия. Индекс PMI снизился до 47,8%. Это чуть выше уровня 2009 года. Снижение связано с торговой войной с Китаем и нарастающей экономической нестабильностью по всему миру. На этой новости акции на Нью-Йоркской бирже за два дня обвалились на 800 пунктов, что, конечно, пока никого не разорило, учитывая рекордный рост котировок при Трампе, но точно увеличило общую нервозность. Свои предсказания обнародовала ВТО, они еще мрачнее, чем ООН. Глобальный рост в 1,2%, хотя полгода назад ждали 2,6%. Хорошо, что в Белом доме пока бесстрашный человек, которого не напугаешь какими-то там процентами. Срочные новости, новые данные по безработице, 3,5% и это минимум за 50 лет. Вау, Америка, ну давай, устроим пичмент своему президенту. Хотя он и не сделал ничего дурного. Но жизнь не Твиттер, цифры показывают. Так же, как люди в других странах, простые американцы живут вовсе не в раю. Несмотря на низкую безработицу, многие из них едва сводят концы с концами. Из 1017 респондентов, участвовавших в сентябрьском общенациональном опросе компании Банкрейд, 38% заявили, что их главная задача – поддерживать текущие расходы и не задолжать по счетам. Трое из 10 сказали, что стараются экономить на всем. 19% работают в первую очередь, чтобы выплачивать взносы по кредитным картам и образовательным займам. В прошлом году неравенство в доходах среди граждан США достигло пика с момента начала измерений в 1967. Об этом говорят свежие данные Национального статистического бюро. В разгар самого длительного в истории страны периода экономического роста разрыв между богатыми и бедными с 2017 по 2018 год оказался беспрецедентным. 50 лет назад коэффициент Джини составлял 0,397. Сегодня он вырос до показателя 0,485. Набор рецептов от кризиса у правящего класса о какой бы стране ни шла, речь примерно одинаковая. Печатай деньги и отдавай их банкирам, помогай корпорациям, сокращай государственные расходы, увольняй рабочих. Американский производитель компьютеров Хьюлит Паккарт объявил о планах по сокращению рабочей силы на 16% для снижения издержек. Компания сократит от 7 до 9 тысяч рабочих мест. Компания Uber намерена уволить 435 сотрудников, в том числе 170 из отдела разработки продуктов и 265 из инженерного отдела. Это примерно 8% всех сотрудников компании. Производитель сельхозтехники Джон Диру вольнеет 150 человек со своих заводов в Quad Cities. 113 человек потеряют работу на заводе в Дейвенпорте, штат Айова. Еще 50 в Ист-Малайне, штат Иллинойс. Причина – падение спроса, торговая война с Китаем и плохая погода. Беспорядок в редакции одного из старейших спортивных журналов «Спортс Иллюстрейтед» стало известно о планах увольнения половины творческого коллектива. Журналистов заменят блогерами и фрилансерами. Одновременно Трамп подпишет указ о приватизации страховой медицины. В систему пустят частные корпорации, а госрасходы урежут еще на 800 миллионов долларов в течение 10 лет. Как будет выглядеть жизнь без государственной медицины напомнила умилительная история из Лос-Анджелеса, где бездомная эмигрантка из России Эмилия Замурка сразила американцев своим волшебным пением. Хайп хайпом, но много ли у кого хватило мозгов задуматься, как именно Замурка оказалась на задворках жизни? Замурка приехала в США из России в возрасте 24 лет. Профессиональная скрипачка и пианистка, она давала уроки, пока вдруг не начала испытывать проблемы со здоровьем. Чтобы платить по счетам, она работала в нескольких местах и даже играла на улице. После того, как инструмент украли, Замурку выселили из дома и она начала скитаться. И это происходит везде, повсюду. Образцово-показательным примером неолиберальной политики в ближайшие месяцы должна стать Украина. Молодой премьер Алексей Гончарук уже пообещал сделать ее, не шутка, снова великой. Начать можно, например, с таможни. Большинство работников государственной таможенной службы будут уволены в связи с реорганизацией. Такое заявление сделал в среду 2 октября премьер-министр Алексей Гончарук. «Фактически большинство людей, которые работали в старой системе таможенных органов, будут уволены», сказал он. Гончарук отметил, что речь идет о сотнях людей, а потому это огромная работа, которая требует времени. И это лишь часть огромной работы, потому что в планах начать таки с 1 декабря приватизацию сельскохозяйственных угодий. Для Украины ее 32 миллиона гектаров чернозема – стратегический ресурс. Мораторий на торговлю землей был введен в 2001 году и продлевался аж 10 раз. Даже давление МВФ, Всемирного банка и Европейского суда по правам человека не помогло продавить вопрос. Свершилось. Открытие этого рынка для иностранцев – лишь один из этапов грандиозной приватизации. В небытие должны уйти как минимум тысячи предприятий, попавших в список неэффективных. Либертарианская перестройка украинской постсоветской системы означает создание крупнейшего земельного рынка в Европе, крупнейшую в постсоветской истории приватизацию, передачу автотрасс, железных дорог, портов, аэропортов, нефтяной и газовой инфраструктуры в частные руки. Будут легализованы казино и добыча янтаря. Сняты валютные ограничения. Трудовое законодательство будет либерализовано. Что такое либерализованное либертарианцем Зеленским? Видите, он же не врал, называя себя так. Трудовое законодательство простые украинские рабочие поймут очень быстро, но вряд ли смогут что-то возразить. Не зря же молодой реформатор Гончарук фотографируется с представителями нацистских группировок С-14 и Нацкорпус. Как и написано в статье на сайте Атлантического совета, власть на руинах СССР переходит в руки антисоветского поколения 30-летних. Сможет ли эта молодежь справиться с кризисом? Если будет происходить очень резкое обострение, мы пока видим все-таки такие качели, которые сначала в одну сторону качнутся, в другую сторону качнутся. Они уже дадут самый слабый экономический рост с 2009 года. Мы получим самое слабое значение. Но для того, чтобы это был полноценный глобальный кризис, конечно, здесь должно пойти резкое обострение. Будем надеяться, что его не случится. Когда доходы граждан вырастут? Они начнут расти в годовом выражении уже во втором полугодии этого года. А в связи с чем они вдруг вырастут? У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается. Плюс, как эффект реальной зарплаты, серьезно поднимается. Ну, давайте надеяться, вместе с министром Гончаруком и министром Орешкиным. Ведь план российской приватизации на ближайшие годы мало отличается от украинского. Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации. План приватизации на 2020-2022 годы предусматривает снижение доли государства в Русгидро, Совкомфлоте, Транснефте, Ростелекоме, Россетях и Объединенной зерновой компании. Следует из материалов к проекту федерального бюджета. В Уссурийске намечена волна приватизации муниципальных учреждений. Первыми под процесс попали тепловые сети. В дальнейшем намечен целый проектный план, куда включены другие ключевые предприятия. Ну, а пока новый кризис еще не спутал эти самые планы, давайте посмотрим, чем заканчиваются либертарианские эксперименты там, где все вкусное уже давно раздали частным инвесторам. Это Ирак. Через 16 лет после победы демократии уровень безработицы здесь 22%. А это Ливан. Из 6 миллионов 3 живут у черты бедности. А это Иордания, где за бастовкой охвачено уже 146 тысяч учителей. А это Аргентина, где демонстранты жгут правительственные здания после гибели одного из участников учительской акции протеста. Все больше людей вынуждены обращаться в столовые для бедных. Мы не получаем никакой помощи. Еда стоит очень дорого. Достать мясо и овощи почти невозможно. И это только цветочки, ягодки впереди. Не сгущаем ли мы краски? Да, наверное, нет. Ведь, как говаривал Марк Твен, Если человек стал пессимистом до 48 лет, он слишком много знает. Если он остается оптимистом после 48, он знает слишком мало. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому. Продолжение следует...